4 метра 4 сантиметра. Сказали, что перебор, максимальная высота должна быть 4 метра. Беда и капкан Айдоса Сабирова – высота прицепа. Уже больше недели казахстанец живет в Барнауле рядом с весовым контролем. Здесь его 14 сентября остановил Ространснадзор. Его сотрудники предположили, что размеры прицепа КамАЗа превышают нормативы. Несколько дней мужчина ждал перезамера, в это время чинил двигатель, а когда несоответствие подтвердилось, в отношении Сабирова составили протокол, а на колесо КамАЗа надели башмак. Нету каких-то законов, нормативных актов, чтобы я мог уехать отсюда. Айдос уже утепляет кабину и вынужденно обживается. После нашего материала заложнику ситуации стали помогать обычные люди. Расскажите, какую помощь вы получаете? Мне вот ребята привезли воды питьевой, потом привозят продукты, знакомимся. Позвоните, неравнодушные люди. Наши телефонные питьевые. Да, Вадим, Валентина. Чай. Чай, печенье, да? Газ, да, газ для плитки. Если продукты вам привозят, в плане питания все нормально, но скоро у нас похолодание будет. Что у вас с одеждой? Я надеялся, что попаду домой в скором и особо теплых вещей нет. Переселяться в гостиницу мужчина не хочет, машину оставить не на кого. Услуги юристов и барнаульских из Казахстана не по карману. В те времена Немайдос уже популярен в Барнауле. Коллеги останавливаются, здороваются, узнают новости. Вы же по спецразрешению ездите. Везете груз уже по спецразрешению. Ага, да. А это порожнее. У меня нет груза. Я так думаю, если загрузить груз, то я думаю, он сядет на эти 5-6 сантиметров. Этого спецразрешения теперь ждет Айдос. Делать его могут до 20 дней. Либо более радикальный для прицепа вариант. Предлагаю взять пилу и спиривать внутри стойки, чтобы опустить на 4 сантиметра. Но и этот вариант не без проблем. Доехать до шиномонтажки нельзя из-за башмака. Настоящий капкан, но правомерно ли? Об этом спрашиваем прокуратуру. А тем временем ночные температуры в Барнауле уже ушли в минус. Айдос очень надеется, что ему не придется зимовать в Сибири в кабине машины. Я просто ехал домой. Я не могу доехать. Анастасия Дороган, Данил Захаров. День с толком.